Но будем объективны. Дороги в Иркутской области хоть и медленно, но все же приводят, если и не к европейским стандартам, то хотя бы просто в нормальное состояние. Вот только делается это не всегда и, к сожалению, не везде. В ноябре на трассах региона традиционно завершаются ремонтные работы. Что было сделано в этом году, расскажем в следующем сюжете. Громкая радость. Сегодня у всех, кто пользуется этим участком федеральной дороги под Ангарском. Ограничения из-за ремонта официально сняты. Развязка под Мегетом одна из самых загруженных в регионе и просто обязана быть самой обустроенной. Самое сложное было обеспечить бесперебойное движение, что не всегда, к сожалению, удавалось. Были и заторы, были и пробки. Но действительно, объемы работ не позволяли, или, скажем так, технологически не позволяли нам полностью исключить затруднения. Исключить аварии – это главное. Дорога расширена, полотно перестелено, современное ограждение и фонари на протяжении 10 километров. Электроснабжение участка автономное и бесперебойное. Пешеходы активно осваивают ручную регулировку сигналов для зебры. Сначала нужно пересечь полосы одного направления, потом другого. Раньше я боялась переходить здесь дорогу, а сейчас гораздо проще. Замечательный светофор, очень прост в использовании, потому что там есть кнопочка специальная. Не все знают, но это действительно очень удобно. Удобство требуется сотням километров трасс. В Нижнелимском районе не только для водителей, но и для судоводителей. Самый длинный мост в регионе ремонтировали два года. Теперь он выдержит и 80-тонный грузовик, а еще укажет сигнальными огнями на самое глубокое место речного русла. Бесстрашно въезжать теперь можно и на этот путепровод под Тулуном. Его укрепили и сделали шире. Всего за 10 месяцев в регионе на ремонт федеральных трасс потратили почти 8 миллиардов рублей. Оценить весь объем пока нельзя. Есть незданные участки. 260 километров в этом году дорог приведем на нормативное состояние. Два участка у нас еще осталось. Один на Велюе, один в Нижнеудинском районе. Ну и в ближайшее время мы их сдадим в эксплуатацию. Эксплуатируют и обновленную дорогу в Листвянку. Некоторые объекты здесь еще в процессе приемки. Пешеходы спрашивают про лестницы. Одна заканчивается в отвесный склон, а кому предназначена другая, не специалистам не ясно. Своим нижним концом эта лестница упирается в лесной массив. Своим верхним в дорожное ограждение. Направо пути нет. Налево так называемая козья тропка. Ну, можно, конечно, вернуться обратно, цивилизованно, в лес. Подрядчик объяснил, конструкция нужна рабочим, которые будут обслуживать ограждения и водостоп. Похожие объекты есть на трассе Тайшет-Чунабратск. Дорогу тянули через тайгу и болото. На 38 километров приходится 6 мостов. Оценивать работу северяне будут уже через неделю. Официальный ввод дороги назначен на 15 ноября. В целом, ремонта текущего года можно будет оценить в конце весны, когда асфальт и конструкции пройдут испытания морозами и паводками. Лад Рыбаков, Виктор Черкашин. Новости по будням.